Всем привет! Сегодня мы с вами будем делать французскую меренгу. И я постараюсь дать вам как можно больше информации, ссылаясь именно на свой опыт. Что с ней может произойти, какие неприятные моменты могут быть. Нам для французской меренги... Почему... Давайте я сразу начну. Почему я остановилась именно на ней? Почему я чаще всего для оформления тортов или для оформления кандибара использую именно французскую меренгу? Для меня этот вариант проще всего, то есть его быстрее всего изготовить. Этот вариант именно меренги. Это лично для меня, поэтому я остановилась на ней. Ни разу не было такого, чтобы у меня таяла меренга на торте. Именно вот на творожном креме, на творожном ганаше, на креме чиз тоже. Ничего такого не было ни разу. Вот. Беспроблемный быстрый вариант. Лично для меня. И нам для нее понадобятся белки. Белки обязательно должны быть комнатной температуры. Почему? Если мы будем брать холодные белки, то сахар в них не растворится. Обычно я использую яйца нулевки, можно и единички. А вообще какая категория яиц, мне кажется, это дело каждого, да? Мы же все равно их взвешиваем. Далее мне нужна будет лимонная кислота. В самом начале, когда я только начала использовать французскую меренгу, я использовала и лимонную кислоту, лимонку в сухом или в жидком виде, и соль. То есть сразу два варианта. Это для того, чтобы стабилизировать белки. Сейчас я остановилась только на лимонке. И именно в жидком виде я ее использую. Покупаю готовую. Смотрите, тут только на срок годности. Далее сахар. Для сахара сейчас отдельно скажу. Сахар мы выбираем именно мелкий сахар. То есть бывает сахар, особенно развесной, он с какой-то желтизной идет. И такое ощущение, что он влажный и крупный гранулы у сахара. То есть такой сахар лучше не использовать для меренги. Он не растворится, а в итоге у вас получится, что меренга, ваши готовые изделия будут немного подсекать. То есть такое ощущение будет, что из-под меренги карамель вот так вытекает. Вот это вот как раз нерастворимый сахар. Вот сахар используем мелкий, но в пачке, в любом супермаркете. Обычно вот он такой беленький, мелкий, красивый. И сахарная пудра, обязательно просеянная. Сахарную пудру я использую готовую. Раньше когда-то я делала сама на кофемолке, молола, потом через сито. Сито у меня уже такое пожившее, очень старенькое, но не обращайте внимания. В общем, пластиковое сито, оно очень мелкое. И то есть очень хорошо подходит для просеивания сахарной пудры. Вот такой вариант не использовала никогда, потому что как слону дробина. Все равно все эти крупные гранулы, крупные сахаринки, все это проходит через такое сито. В первую очередь, что мы делаем? Мы взвешиваем белки. Обязательно мы взвешиваем. То есть на глаз эту меренгу сделать, ну, наверное, невозможно. Я здесь взвесила. У меня 80 граммов белков комнатной температуры. Это белки от как раз нулевок. Берем такое же количество сахарной пудры, такое же количество сахарного песка. 80 грамм, 80 грамм, 80 грамм. Лимонки мы добавляем, то есть, ну, если вы хотите прям в капельках измерять, то где-то 5-6 капель вам понадобится на такое количество. Это где-то от 2 яиц. Да, не где-то, а от 2 яиц у меня белок. Если вы используете сухую лимонку, то щепотку. То есть там неизмеряем мы в граммах. Нам лимонка нужна для стабилизации, чтобы стабилизировать белок. Первое, что мы делаем? Мы начинаем взбивать, начиная с самой маленькой скорости. Я вам сейчас буду говорить скорость, ориентируясь на свою кухонную машину. То есть у меня получается, начинаю с минимума и дохожу до троечки. То есть это получается до средней скорости. Ничего еще не добавляю. Я добавляю лишь лимонку в белок и ставлю взбиваться. Если у вас есть защитная вот такая вот крышечка, обычно она идет в комплекте с планетарными миксерами, с кухонными машинами. Если нет, если вы используете ручной миксер, то ничего страшного. Ну, просто немножко сахарная пудра у вас разлетится тут при взбивании. Вот, ставим сначала на минимум, постепенно увеличиваем скорость. Когда у нас скорость будет уже на троечке, у нас появится большое количество пузырьков. Вот тогда мы начинаем по одной ложке вводить сахарный песок. Вместе с этим, пока мы добавляем по одной ложке сахарный песок, мы прибавляем скорость миксера. К тому моменту, когда сахарный песок весь будет у нас уже в белках, скорость миксера в этот момент уже на максимуме. Сколько мы взбиваем сахар с белками? Это будет зависеть от того, насколько быстро растворится ваш сахар. Я беру шпажку и проворачиваю меренгу между пальцами. Если я не ощущаю кристалликов сахара, значит, все, уже сахар растворился, и мы приступаем к следующему этапу. Как я уже и говорила, нерастворенные кристаллики сахара дадут карамельный потек у меренги. Нам этого не нужно. Кстати, эта же причина может быть, если у вас получилась очень жидкая меренга и не держит форму. То есть вы отсаживаете в мешке, вроде бы сначала держит форму, а потом расплываются, получаются такие лепешечки. Это тоже нерастворенный сахар. Обычно я не выключаю миксер так надолго, то есть я проверила, нету кристалликов сахара, и сразу начинаю уже на самой большой скорости миксера сразу начинаю вводить сахарную пудру. Здесь уже просто съемочный процесс, поэтому остановили. Ставим опять на максимум и начинаем вводить сахарную пудру. Также постепенно, по одной ложке, это как бы сейчас кажется, что это очень длительный процесс, происходит это все намного быстрее. Тем более, если когда это уже все делается на автомате, то вообще не замечаешь этот процесс. Кстати, окрасить меренгу можно именно на этом этапе. Во время взбивания, то есть пока вы сахарную пудру добавляете, вы можете добавить туда гелевый краситель, сухой краситель, жидкие красители, топ-продукт я не рекомендую туда добавлять, не рекомендую использовать, так как они дают дополнительную жидкость. Она, в принципе, не особо нужна меренге. Поэтому сухой краситель и гелевый я использовала. Сухой гелевый краситель берем водорастворимый. Это еще не все. Часто бывает, когда полностью сахарную пудру мы ввели, у нас на стенках остается большое количество крупинок сахарной пудры, поэтому мы собираем все это лопаткой и далее взбиваем. Вот какая получается меренга. Еще в чем может быть причина, если у вас получилась жидкая меренга? Это вы очень быстро ввели сахар, то есть не дали белку обогатиться кислородом, белок не перешел из гелевого такого состояния в жидкое, и вы начали уже бухать, ой, бухать, и вы начали уже вводить сахар. То есть дождитесь этих пузырьков, и затем постепенно вводите. То есть все нужно делать постепенно. Весь процесс приготовления меренги у меня занимает от взвешивания белка до отсадки, у меня занимает примерно где-то 7 минут, ну 7-8 минут. То есть пока у меня взбивается, после того, как я ввела полностью сахарную пудру, я взбиваю в течение 3-5 минут, и пока занимаюсь вот приготовлением коврика силиконового, насадки вставляю в мешки кондитерские, окрашиваю их. В основном, я уже в каком-то видео говорила, в основном я не окрашиваю полностью меренгу, я окрашиваю мешок. Кистью окрашиваю либо сухими красителями, которые я разбавляю водки, либо гелевыми красителями. В данном случае мы окрасим с вами мешки гелевыми красителями. Опять же, краситель водорастворимый. Можно окрасить мешок несколькими цветами, в нескольких местах, крест-накрест, и у вас получатся радужные меренги. Я окрашиваю здесь вот по одной стороне. Окрашивать лучше непосредственно перед тем, как вы меренгу будете помещать в мешок, так как краситель может подсохнуть, и потом получится, что у вас он не попадет на меренгу, так как высохнет весь. Все, окрасили, и начинаем туда помещать меренгу. Насадки вы можете использовать абсолютно любые, какие вам нравятся. Я чаще всего использую 1Б закрытая звезда. Это моя любимая насадка. У меня их три штуки. Это на тот случай, если мне нужно окрасить мешки в три разных цвета. Я поэтому сразу себе, не сразу, а постепенно заказывала несколько таких насадок. Завитки на палочках, звездочки я делаю именно этой насадкой. То есть, часть всего на моих тортиках вы видите меренгу, французскую меренгу, именно которую я отсаживала этой насадкой. Помещаем необходимое количество в мешок. Обычно я использую большие мешки, но они у меня закончились. Если вы планируете сделать меренги на палочках, то палочки можно использовать абсолютно любые. То есть, это могут быть трубочки, это могут быть шпажки, это могут быть специальные, продаются еще вот такие вот наборы палочек в кондитерских магазинах. То есть, это спрессованная бумага. Если я использую деревянные палочки, то я сначала отсаживаю меренгу, а затем уже вставляю палочку. Если вот такой вот более крупный вариант палочки, трубочка, то сначала ее прикрепляю к силиконовому коврику, а затем уже отсаживаю. Если вы хотите вот такой вот красивый длинный хвостик, то медленно делаем. Если вы хотите, чтобы хвостик загибался, то чуть побыстрее действуем. Так, это вариант, когда мы палочку вставляем уже после отсадки. Отсаженные меренги мы можем оформить любыми посыпками. Единственное, что не нужно использовать в качестве посыпки крашеный сахар. Он у вас таять начнет. Я буду использовать посыпки Твинкл Спринкл. Это мои любимые виды счастья. И у меня здесь еще другие названия этих посыпок, то есть другие цвета. Я уже говорила, да, почему мне нравятся эти посыпки, потому что вот в этих больших шариках у нас шоколадное драже, а не сахар. Они красивые, они яркие. Ну, в общем, на ваше усмотрение. Какие захотите, такие используйте. Также мы можем на этом этапе, пока они у нас не ушли сушиться, мы можем их еще покрыть кандурином. То есть немного припылить. У меня цветной кандурин Key Colors, то есть различные цвета можно использовать. Здесь и зеленый есть. У меня сейчас будет гранат. Можно еще желтенький попробовать, медовый рай. Сухой кистью мы припыляем. Потом на свету они будут у нас блестеть, очень красиво переливаться. Еще что хотела сказать. Если у вас осталась меренга, допустим, вы ее сделали очень много, то один... Обычно я не сушу два коврика одновременно в духовке. Одна партия подсохла, потом отправляю другую. Ничего с ней не происходит с этой меренгой. Ждет своей очереди. На какой температуре сушу меренгу? Здесь вы должны подружиться со своей духовкой. Здесь без эксперимента не обойтись. То есть, кто-то сушит на 70 градусов, кто-то сушит на 80. Я придерживаюсь температуры 90 градусов. Сушу в течение от полутора час до двух. То есть, смотря какая по объему она у меня. Если вот я делаю такие завитки на палочках, то они у меня сушатся примерно час 40, час 50. Если я делаю только вот такие вот маленькие звездочки, то полтора часа вполне достаточно. Если у вас не электрический духовой шкаф, а газовая духовка, то тоже делаем на минимум. Я не знаю, сколько там у вас минимум. И если вы видите, что она у вас начинает трескаться, то вам необходимо будет в следующий раз приоткрыть дверцу духовки. То есть, я обычно, когда я сушила в газовой духовке, я спичный коробок прям вставляла, чтобы дверца была немного приоткрыта. Потому что в газовой духовке температура намного выше. В своем духовом шкафу я делаю режим низ вверх, без конвекции. Полтора часа, час сорок. Они у меня сушатся. Если меренги начинают у вас трескаться, значит была слишком большая температура. Убавляем ее. Все. Подсушились наши меренги. Вот такие вот красивые они получаются. И еще вот вы обратили на внимание, вот здесь у звездочек есть вот такие вот как бы трещины или дырочки. Я заметила, что именно если мы делаем звездочки этой насадкой, появляются вот такие вот трещинки. Но они мне нисколько не мешают. Звездочки получаются красивые. То есть, как будто так и нужно. Вот как выглядит завиток с использованием кондурина. Это гранат, напомню. И смотрите, шоколадное дрожжи немножко вот у меня подтаяло. Поэтому шоколадные вот такие вот большие шарики я, наверное, не буду больше использовать в качестве посыпки. А остальные все чувствуют себя достаточно хорошо после сушки. Вот, кстати, кругленькие. Помните, которые я делала? Грибочки. Из которых я делала грибочки. Никаких ни трещин, ничего нет. Я вам хотела показать, какие они внутри. Если вам кажется, что меренги внутри не досушились, то увеличите время сушки. А если боитесь, что они в это время потрескаются, если вы увеличиваете время сушки, то уменьшайте немного температуру. То есть, и продлите где-то на полчасика, на 40 минут еще время. Я надеюсь, ответила на все вопросы возможные по французской меренге. Если я что-то упустила, я постараюсь еще во время монтажа я еще постараюсь вспомнить и добавить в описании, если что. Девочки, которые давно пользуются, как я, французской меренгой, пишите в комментариях свои секретики по ее использованию. Я, как всегда, желаю вам удачи во ваших начинаниях. Пробуйте, экспериментируйте. Всего вам самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok